Вера Европы в либеральный миропорядок наивна, так как для США под руководством Трампа существуют только соперники, а не партнеры, заявил в интервью курьер-эксперт немецкого общества внешней политики Йозеф Бромль. ЕС следует делать инвестиции в развитие собственной инфраструктуры, а не в партнерство, которого больше нет, подчеркнул эксперт. В течение десятилетий Европа полагалась на отцовского гегемона, США, которые сделали доллар основной валютой и гарантировали эффективное функционирование системы международных институтов, таких как ВТО, НАТО, ООН, заявил в интервью курьер-эксперт немецкого общества внешней политики Йозеф Бромль. Однако эти времена прошли, и чем раньше Европа это осознает, тем лучше. По словам Бромля, Европа должна проснуться и перестать выдавать желаемое за действительное в том, что касается миропорядка, основанного на нормах. Для Трампа существуют только соперники, а не партнеры. Функционирование либерализма и его институтов – это несбыточная мечта. Трамп настроен на то, чтобы лишить эти институты власти и разрушить их. По мнению эксперта, США уже при Обаме были слабы для роли защитника либерального миропорядка. Доверие Европы к миропорядку, основанному на нормах, попросту наивно. Существует только мир политического реализма, в котором нет друзей, а есть только враждующие блоки. Пример Ирана показывает, насколько Европа уязвима. Политическое объединение Европы против США не работает, потому что у европейской экономики гораздо больше интересов в США, чем в Иране, отметил эксперт. США точно знают, что если они и Европа уйдут из Ирана, то Китай построит там свой бизнес, и они не хотят этого допустить. Поэтому не исключены военные действия против Ирана со стороны США или Израиля уже в этом году. Европа пытается проводить свою политику посредством штрафных пушли на такие американские продукты, как мотоциклы Орли Давидсон или Виски. Однако ЕС глубоко заблуждается, думая, что тем самым он сможет нанести удар по республиканской партии. Республиканской партии больше нет, Крамп ее уничтожил, он показал, что она ему не нужна, чтобы быть избранным. Он также упразднил систему сдержек и противовесов, систему демократического разделения властей, подчеркнул Брамли. Представление о том, что Трампа можно образумить современными силами, оказалось глупой идеей, он попросту удалил их и пригласил свою команду истребов, разделяющих его взгляды. По словам эксперта, Россия преследует исключительно эгоистические интересы, и поэтому она ни в коем случае не мирная. Европа должна стать неуязвимой по отношению к России, а без собственной военной мощи она уязвима. Европейские фирмы должны делать инвестиции в Европу. Мы должны модернизировать и расширять инфраструктуру континента, это сделает нас сильнее, а не партнерство, которого, собственно говоря, больше нет, резюмировал эксперт. Публикуем в Твиттер актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией НОПФ «Источник Курьер Австрия Европы» Теги Дональд Трамп Европы Иран России США. Продолжение следует...